Государственная ипотечная компания подписала соглашение о сотрудничестве с банками-партнерами. Это значит, что очередной этап реализации программы правительства «Доступное жилье 2015-2020» готов. Сейчас принимаются заявки на ипотеку и уже с 11 февраля начнется выдача первых кредитов. Подробнее в материале Дианы Мамековой. Соглашение подписано с двумя коммерческими банками – Аилбанком и РСК Банком. Именно они после рассмотрения необходимых документов решают, выдавать кредиты или нет. В госипотечной компании разработаны стандарты и условия. Покупатель может выбрать квартиру сам. Главное, чтобы она соответствовала требованиям программы. Но вначале жилье предложат строительные компании. Как только у нас будут списки, то мы предложим всем потенциальным получателям эти квартиры. Строительные компании мы всем им объявили. Пожалуйста, предлагайте. И на сегодняшний момент они очень активны, они делают свои предложения. Итак, предположим, что вы приобретаете квартиру за полтора миллиона сомов. Оплачиваете первоначальный взнос в 30%. Это 450 тысяч сомов. Остается миллион 50 тысяч сомов. Далее добавляем 12% годовых. Сумма выплат составила 2 миллиона 268 тысяч 317 сомов. Делим это на 15 лет, то есть на 180 месяцев. Итого ежемесячно вы выплачиваете по 12 602 сома. Так кто же может воспользоваться ипотекой? На первом этапе могут приобрести квартиру сотрудники систем здравоохранения, образования и социального развития. Для включения в список участники обращаются в госадминистрации по месту жительства, а не по месту прописки. Далее документы передают в Межведкомиссию для определения квот. Он живет в Бишкеке и работает в Бишкеке, но прописан в другом месте, то все равно он должен обращаться по месту жительства в Бишкеке. То же самое касается и регионов. Если он, допустим, проживает в Таласе, но прописан, например, в Баткене, то он должен обращаться в Талас. Затем коммерческие банки проведут анализ и одобрение участников. Кредит будет выдаваться в Сомах. В рамках данной программы как раз таки предусмотрено, что если заработная плата небольшого уровня, она даст возможность все равно брать кредиты, которые будут ежемесячные выплаты небольшие. Потому что срок все-таки 15 лет. На 15 лет ни один банк в данное время не имеет возможности выдавать. Тем более по таким низким процентным ставкам в Сомах. В госипотечной компании сообщили, что обратились уже порядка 700 человек. И стоит отметить, что программа рассчитана для жителей всех регионов, а не только на Бишкек. В целях информирования населения о кредитовании создана общественная приемная, а также запущен сайт со всей необходимой информацией. Работает также телефон горячей линии.